Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Латвия славится своими природными ресурсами, прежде всего лесами. Наверное, леса – главное богатство наше. И сегодня мы поговорим о том, как спасти, приумножить эти богатства. И сегодня в нашей студии профессор лесного факультета Латвийской сельхозакадемии Дагнис Дубровский. Здравствуйте, доброе утро. Да, ну, наверное, во-первых, поздравляю вас с началом учебного года. Первая неделя уже прошла. Может быть, давайте начнем с этого. Как прошла первая неделя, как студенты? Хватило ли вам учеников в этом году? Студенты, как студенты, всегда радостные, когда встречаются. Или в первый раз, или уже на следующий год, как сказать, если не первокурсники. Ну, если говорим по поводу лесной отрасли, конечно, она у нас такая очень существенная. И поэтому и студенты приходят и хотят учиться, потому что, если смотрим, тогда это одна из тех отраслей в Латвии, где, ну, довольно хорошие зарплаты. А у вас конкурс большой, то есть много желающих как раз получить образование? Если, ну, у нас две направления. Одно это связано с лесным хозяйством, и другое с деревообработкой. Ну, если смотрим по поводу лесного хозяйства, тогда там довольно хороший конкурс. Каждый год он такой, как и в предыдущих годах, ну, всех юношей, которые слушают радио, как сказать, ну, имеют возможность приглашать, попробовать учиться в программе, которые связаны с деревообработкой, потому что это самое существенное, одно из самых таких существенных направлений нашей экономики, где очень не хватает хороших инженеров. Так что там есть большие возможности. Но большие ли зарплаты, вот сразу спросят? Все зависит от того, как мудрый человек, и как он может, ну, как сказать, как рабочий, ну, не только как рабочий, но и как инженер, что он умеет, и как видит общее поле. Это все зависит от каждого. Да. Ну, уже Олег упомянул перед этим, что Латвия, она славится своими лесами и так далее. Или это стереотипы все-таки? Может быть, вы сейчас нас переубедите. Насколько вот природа в Латвии – это действительно ценный и важный ресурс сейчас? Ну, если смотрим на ресурсы каждого государства, тогда это земля и люди в основном. Если говорим по поводу земли, у нас это сельское хозяйство, это рыбная промышленность, и самая большая доля от территории, более чем 50%, у нас это леса, и, значит, нам надо уметь быть очень эффективными, использовать эти наши природные ресурсы. Потому что земля – это основа нашего благоприятия. Но в последнее время вот очень действительно участились тревоги и беспокойства, не слишком ли быстро вырубаются леса, то есть насколько это можно восстановить. И вот насколько продажа леса, ну, использование, вырубка леса, она не вредит ли экологии страны? То есть насколько это… где вот разумные пределы, насколько мы можем пользоваться вот этим богатством? Очень хороший вопрос, потому что этот вопрос всегда задается не только в Латвии, но если мы смотрим и в мире, и в Европейском Союзе, везде. И я могу сказать, что это мы определяем, сколько оптимально мы можем вырубать, и сколько вырубивается. И лесное хозяйство – это не такое, ну, хозяйство, где все, кто хочет, берет пилы и идут в лес, но это делается планированно. Значит, планирование – это основы всего. Потому что мы знаем, вот примеры, если вспомнить, заглянуть в историю, в Древнем Риме как раз-таки дерево очень высоко ценилось, и вырубка лесов приняла катастрофические размеры, и вот сейчас историки утверждают, что только вот наступившая в эпоху Средневековья упадок, ну, инфраструктуры, возможности вывозить лес, это спасло лес, но заново выросли леса на территории Франции, ну, тогдашней Галии, и эти вырубки были очень хищническими, то есть человек просто не понимал, что он творит. Ну, известен пример и острова Пасхи, где были просто вырублены все деревья, и, ну, вот ученые задаются вопросом, что думал человек, когда он рубил последнее дерево, потому что они лишили себя возможности строить лодки, корабли, ну, заниматься рыболовством, то есть это вот, ну, пример того, как человек неосознанно, может быть, губит природу. Ну, да, всегда нехватка ресурсов, это влияет на развитие науки, и в лесном хозяйстве или в лесной науке было то же самое. И первые, которые начинали планировать долгоспешно использование лесов, это были, ну, как это, церкви и монастыри в Франции и в Германии очень давно, это было уже 14-15 веке. Ну, ресурсы, лесные ресурсы, это были не только всегда для цели построить новую домашнюю, или отопливать жилищи. Если смотрим в Латвии, ресурсы были, лесные ресурсы, всегда использовались для развития мишленности. И если смотрим в 17-18 веке, например, мы знаем про Курземского герцога Якова и Калании, и то, что мы знаем, что очень развитие вдоль Балтийского моря было строительство кораблей. Это не было только деревья для кораблей, но это было и древние металлургии. Потому что там и весь древний окол Мори, и в Глубине, окол Риге, видимо такие маленькие бугарки, это древние местоги, где жигаллос, ну, джелалос, это, ну, как это, я не знаю по-руски, ну, ко когла по-руски, это, ну, древесный угль, потому что, чтобы плавить металл, надо было намного больше температуры. И поэтому, так как, ну, насколько мы знаем, мы можем проверить в статистике, когда в 18-м столетии в Латвии была уже первая статистика по поводу, сколько у нас лесов. Тогда мы можем исследовать где-то начало, где мы более-менее точно знаем эту статистику, это приблизительно в 1880 году, и в том времени у нас было на территории Латвии где-то 45% леса не износит. Потом у нас падевала, и сами не избыли, где-то во время первой мировой войны, там 27%, но шанс, это леса не износит, возросла до 52%. Это сейчас, в 2000 году? Да, да. И почему? Потому что дрова больше не использовались так много для промышленности, более, как материалы для строительства и уже более развитых продуктов, ну, как сказать, это нефть и каменный уголь, это, как сказать, немножко позволило уменьшить использование леса древесины. Да, месяц назад где-то председатель правления компании БФС Юрис Рубенс давал интервью газете ДНС Бизнес, где он сказал, что хвоя, которая остается после вырубки леса и в целом, которая есть в Латвии, она практически не используется и при этом может, по его словам, создавать прибыль в миллиарды евро. Вы согласны с ним? Это вообще известная проблема? Да, если мы смотрим по поводу того, как в Европе, не только в Латвии, как это рынок требует какую древесину, тогда мы видим, что в основном в Европейском союзе это хвойные породы и общая сложность ринок хвойные деревья это где-то 70%, а листочки 30%. Если смотрим, как у нас в Латвии, сколько у нас листочки хвойных деревьев, или дерева мы видим, что хвойные деревоста постепенно уменьшаются и побольше становятся лиственными, потому что в приватных лесах они больше используют или восстанавливают лиственные породы. В рынке намного ценнее стоят хвойные деревья, хвойные деревья стоят. Если смотрим по поводу того, что у нас надо делать, чтобы развивать лесное хозяйство, то мы видим очень много таких важных мероприятий, чтобы больше материировать лесовладельцев восстанавливать и выращивать хвойные породы, потому что это намного ценнее и намного эффективнее мы используем земные ресурсы. А можно ли сказать, что это было бы хорошим вложением денег, то есть вкладывание в хвойные породы древесины, то есть если частный лес человек выращивает и может затем продавать, ну понятно, что это не будет ни через год, ни через два, но какое-то такое вложение. Да, во-первых, у нас такие три породы, которые ценные, которые основной хлеб в Латвии для лесников это сосна, ель и береза. сосна еле береза. Да. Если смотрим по поводу почему у нас такой очень активный рынок недвижимости, потому что если вы владеете лесом, этот капитал дает вам ежегодный прирост от инвестиций намного больше, чем если вы вложите например в банке на депозит или в очень многих отраслей. Приблизительно так как у нас эти приватные работают, у них доходность процентов доходности это где-то от 4 до 7-8 процентов и имеют ежегодный доход. Конечно если бы мы делали немножко либеральное наше законодательство, законы, тогда этот прирост был бы еще больше. Но в основном то, что везде мы можем увидеть, что те деньги, которые вложены в лесных ресурсах, они там по сравнению довольно мало рисков. Ну пожары, например. пожары, но где это находится? Есть около Риги, да, или около Дагопилса, там с основой леса, там есть проблемы, потому что там много людей отдыхают, и не все люди такие, как сказать, сознательные. Но других регионов такого проблем нет. Значит, у нас то, что рисков не так много, и то, что сама мать природа нам дает это, и лес сам растет, вам не надо все время там очень большую опеку делать. Ну, довольно мало надо самим работать, чтобы это вырастало. То есть вы можете сказать, что в принципе посоветовать людям, которые хотели вложить деньги, вкладывать их в лес, то есть это в принципе очень надежно и перспективно прибыльно. Мы видим, что в Латвии очень многие зарубежные пенсионные фонды, они вкладывают деньги в имущество, потому что они видят, что с этим, с этой прибылью они могут зарабатывать и зарабатывать сами и зарабатывать для будущих пенсионеров. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефон на прямого эфира, звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы, также можно связаться с нами по WhatsApp, это 2-3-0-6-1-9-1, если вас интересует что-то в этой отрасли. Я все-таки хотел уточнить, потому что, насколько я понял, господин Рубенс говорил именно о хвое как таковой, то есть не о деревьях хвойных, а о хвоя, а о том, что остается, он говорит о том, что остается порядка 400 тысяч тонн, которые можно использовать для производства биопродуктов и так далее. Мне просто интересно, если это действительно такой потенциально огромный рынок инвестиций, почему он никак не используется у нас в Латвии? Потому что, чтобы продвигать использование, надо вкладывать научные исследования, что я согласен 100%, что это хороший ресурс, который гниет, если мы оставляем это где-то в лесу, но конечно и это надо, чтобы удобрять почту, но потенциал использования намного больше, это во-первых это научные исследования, и во-вторых это маркетинг, это продвигание новых продуктов. Как меняется профессия лесника с приходом новых технологий, потому что обычно мы воспринимаем как-то по старинке, что это человек, живущий где-то чуть ли не в землянке, ведущий такой образ жизни еще 19 века, насколько вторгаются вот эти новые технологии в эту профессию, что-то меняют, может быть дроны какие-то для уже обследования леса. Нужно ли постоянно самому лесу находиться? Во-первых, меняет очень много. Если мы смотрим на лесную отрасль, это в Латвии, я слышал такое исследование, что лесная отрасль одна из самих инновативных, если говорим по поводу новых технологий, информационных технологий, потому что это леса, нам надо во-первых, учитывать, измерять, мы продвигаем новую технологию, мы это называем remote sensing, или, как сказать, определение, или измерение, от далека, лазерного сканирования, после того мы работаем над новыми технологиями, чтобы определить из этой тучи данных точно развитие древостая, как оно выглядит, и определить ценности, и дальше уже технологии для планирования, использования, логистика, и, например, если смотрим лесные тракторы, которые мы называем хервестерами, там это весь день на природе трактористы, ну, оператеры, он играет компьютерные игры, как будто тогда, в реал-тайме на местности, потому что все это очень автоматизировано, надо с джойстиками все время работать, пилить деревья, измерять, это, ну, как сказать, довольно хорошо зарплата там, но и работа такая. у нас есть звонок, мы попросим вас надеть наушники, будет слышно. Да, здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро, я хотел спросить такой вопрос, известен ли удельный вес в экспорте именно бревен, и соотношение бревен, и пиломатериала, просто мы говорим об инновациях, а латвийские порты просто, ну, завалены как бы бревнами, продолжается экспорт бревна. Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, речь, я понял, вопрос в том, что почему при этом уровне инновации мы просто продаем бревна, а не сами не обрабатываем и, может быть. Да, во-первых, я хочу сказать, что мы тут очень много обрабатываем, и если мы видим на дорогах эти бревны вози, тогда они не идут в основном на экспорт как бревна, но они идут на обработку в больших предприятиях, которые очень многие находятся около моря. недалеко, например, в Риге мы много знаем и Венспилз. И в основном то, что мы тут обрабатываем, это продукты, у нас, это материалы. Я хочу сказать, что мы не экспортироваем бревна, а мы импортироваем. Например, я знаю, очень много, из Литвии приходят, очень много, из Швеции, из Норвегии, они приводят кораблями папирмалки, на латишском, ну, для производства бумаги, да, потому что нас самих нет заводов, но Но те же самые ассортименты, то, как брюшни используются для других продуктов, например, мы имеем тут в Риге производство, как это, ну... – Фанеры? – И фанеры, но тонкие. – Картон. – Не картон, а USB. – А, понял, да. Это то, из чего мебель делают, прессованная. – Прессованная, да. И используется этот баланс для того. – Ну, есть еще такой вопрос, именно касательно деревообработки, насколько это потенциально область в будущем будет успешной, потому что сейчас мы стремимся к тому, чтобы как можно бережнее относиться к природным ресурсам, перейти на возобновляемые источники энергии. И уже сейчас многое производится не из дерева, а вот, ну, скажем, даже наш стол, он пластиковый и так далее, и так далее. То есть все больше, все меньше и меньше пытаются уйти от вырубки деревьев и так далее. Есть ли, не знаю, возможность того, что лет через 50, уже в далеком будущем, понятно, это не единомоментное изменение, но что в будущем вот деревообработка станет все менее и менее актуальной? – Ну, мы видим, напротив, что деревообработка становится намного актуальной, потому что, во-первых, древесина – это восстанавливаемый ресурс. – Ну, просто он дольше восстанавливается, чем ветер, который или я не знаю. – Нет, но там надо смотреть, сколько вам надо вкладывать денег, чтобы, как сказать, построить, например, эти ветреные мельницы, потому что то, что мы видим в дереве, это естественный ресурс природы, который, ну, как сказать, то же самое, как нефть, да, много миллионов лет назад там, ну, как сказать, природа это сделала, если так говорить, то то, что, как это нефть произошла, это органика. И древесина вырастает, это, как сказать, энергия солнца, которая то же самое, как и солнечная планета или ветерная мельница, это природная энергия, которая вырастает, и мы это можем использовать. Так что древесина будет очень существенно использовать в будущем, если смотрим по поводу того, как мы это в Латвии сейчас используем и какой у нас еще потенциал, тогда мы видим, что мы можем очень, очень увеличить использование древесины и ежегодно объема рубки, потому что, если мы смотрим по статистике, то, что они определили, что ежегодный прирост в Латвии древесины, это где-то 25-26 миллионов куберметров, от них используем мы это приблизительно 20 миллионов кубометров, если смотрим по статистике, тогда, ну, они определили, что мы используем где-то 15 миллионов кубометров, если смотрим по статистике, ну, тогда 12 миллионов. У нас есть такой большой потенциал, и во-вторых, у нас объем древесины все время увеличивается, и очень много у нас гниет. В Латвии мы определили, что у нас то, что гниет, ценность этой древесины где-то приблизительно 1,5 миллиардов евро. И не используем, извиняюсь, те наслаждения, которые уже достигли возраста, как уже главной рубки, или как они уже, как сказать, успели, общая ценность это более чем 4 миллиарда евро. Мы очень много имеем возможности использовать эти ресурсы и увеличить наше благосостояние, состояние государства. Получается, что вот лесники, отвечая за то, чтобы, ну, вот лесная служба, за то, чтобы мы использовали, потому что получается, что, ну, вот у нас гниет лес, то есть это именно то, что мы должны были бы уже вырубить, то, что должно было бы пойти в производство. Там довольно интересно, потому что, если мы смотрим на лес, лес это не только экономика, это и экология, и социальные нужды, ну, или, ну, социальные функции леса. Отдых, да, то есть люди, да. Поэтому нам надо это все сбалансировать, когда мы делаем планировку лесного хозяйства. И то, что я хочу сказать, что одна часть из этих деревьев, которые гниют, это, ну, их надо оставлять, потому что бы было побольше биоматериала. Биоматериалы разнообразие, да, но то, что я хочу сказать, что мы очень много, лесные владельцы платят за это. И, ну, не использовать, там есть возможность использовать одну часть из этих. Деревья. Ну, то, что я назвал. Да, деревья. 6, 7, 2, 12, 13, 9. Есть звонок, да. Пожалуйста. Доброе утро. У меня такой вопрос. А как экология влияет на восстановление лесного хозяйства? Почему я спрашиваю? Потому что вот я обратила внимание, что в городе вновь высаженные деревья, они буквально охереют и пропадают. И не так давно, я буквально несколько дней назад наблюдала такое явление. Каштан довольно, ну, может быть, лет 30 возраст такой, да, может быть, немножко больше стоит, буквально облысевший. На нем несколько плодов, вот, и одновременно, я смотрю, на нем свечи, цветет каштан. Вот что это за явление? То есть экология, влияние экологии на восстановление лесного хозяйства. И вот что это за явление? Одновременно, как бы больное дерево и цветет, и плоды на нем, и практически облысевшее дерево. Спасибо. Спасибо за вопрос. Если мы смотрим, это очень сложный вопрос, потому что, во-первых, если мы смотрим, как влияет лесную хозяйственную экологию, я хочу сказать, что мы используем методы, которые основаны на имитации природных, ну, природных, например, процессов. Ну, например, это сплашная рубка, она имитировала такие большие ветра воли и структуры, которые оставят после сплашных рубок, там, экологические деревья и так далее, это более-менее, ну, имитация этой сукцессии. Если мы смотрим по поводу того, как хорошо или плохо растет деревья, мы видим то, что когда увеличивается объем CO2 в атмосфере, мы видим, что деревья растут лучше, значит, увеличение, ну, потому что CO2 это то, что дерево забирает из атмосферы, это хлеб для всего живого, для растений. Если мы смотрим то, что случается, например, в городе, да, мы видим очень много каштанов, которые, ну, желтые, пожелтевшие довольно рано. Ну, сейчас уже осень, да, но если мы видим это и в июне, это болезни. Не всегда деревья хорошо себя чувствуют, и с каштанами у нас есть в Латвии проблемы, да, на саждениях. Но это, ну, как сказать, там надо смотреть точно, что там с этим деревьем. У нас несколько тут вопросов пришло в WhatsApp. Это как-то очень быстро, но в то время подходит. Да, но очень спрашивает, какая общая цена всего леса Латвии. Я понял, что полтора миллиарда это те, которые вот гниющие, а вот какая цена всего, как оцениваются все лесные? Значит, если смотрим на все ресурсы, там не так уж легко оценить, но если то, что, как я это определял и делал эти расчеты, и там в основном экономические вопросы, сколько стоит рыночная стоимость всего древа стоит, тогда, по-моему, это где-то 12 миллиардов евро общая стоимость. Ну, и тут был вопрос уточняющий, почему скандинавские бизнесмены вкладывают, вот скандинавские именно пенсионные фонды вкладывают деньги в латвийские леса, а делают ли это латвийские пенсионные фонды? Ну, наверное, это вопрос скорее к пенсионным фондам, чем к вкладам. Ну, там проблемы в Латвии, там немножко поглубже, потому что в основном, если мы смотрим на наши пенсионные фонды, тогда там они связаны скандинавскими. Понятно. Да, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Это часть часа. У нас в гостях был Дагнис Дубровскис, профессор Латвийской сельскохозяйственного университета.